Всем привет, друзья! Меня зовут Ремникова Олеся, добро пожаловать на мой канал! Я решила сделать видео, у меня сейчас есть свободное время, я так думаю, о чём поговорить? И поговорю о теме, которая на данный момент является более актуальной среди всех остальных тем. Это, кажется, у нас тут Эля сидит. Да. Маленькая сегодня, какая крыска маленькая! В общем, хочу поговорить по поводу того, что я бывшая секс-работница, если можно обобщить просто всё, чем я занималась. Прошло, наверное, всё, кроме эскорта. Ну, да, официально его не было. Вот. И теперь я этим не занимаюсь полгода плюс. Честно скажу, у меня остался OnlyFans. Да. Я не могу сейчас... Это такое чувство, что я оправдываюсь перед всем миром, почему я живу жизнь свою так, как я живу. Я делаю это за вас, вы в своей жизни это не делаете, окей? Пусть я буду козёл отпущения. В общем... Коза отпущения тогда. И у меня остался ещё OnlyFans, я его не рекламирую нигде, ни в Инсте, ни в Телеграме, не знаю. В Телеграме есть ссылка, везде есть ссылка, но я не прошу подписаться. Он у меня остался, потому что мне сейчас сложно ещё... Ну, для меня это источник дохода в какой-то степени. Мне приносят там, ну знаете, на покушать, на передвижение. И я не могу такую же сумму сейчас получить на Ютубе, например. Или какой-то другой деятельности, потому что на самом деле я могу зарабатывать не только на Ютубе, но ещё я мастер рейки кундалини, мало, наверное, кто знает среди вас. Но я мастер рейки кундалини уже два года, и я делала, проводила сеанс для людей и зарабатывала, но чуть-чуть на этом. А ещё я проводника грелила, на этом я прям несколько месяцев своей жизни только и зарабатывала, вот. В общем, у меня есть навыки, на которых я тоже могу зарабатывать. Не знаю, может быть, мне стоит сразу рекламировать, прикиньте, такая экс-проститутка теперь будет вести свой Ютуб. Типа, ребят, приходите ко мне на сеансы, мы будем про духовность вести. Не знаю, я не делаю, я просто даю, короче, позволяю жизни мне помочь и показать туда, направить меня туда, куда нужно меня направить. Вот. Поэтому OnlyFans у меня ещё остался, он приносит мне какой-то доход, вот. Но больше ничего нету. Проституции у меня нету с ноября, сначала, ну, с конца октября, можно сказать. А сейчас уже почти май, то есть 7-8 месяцев нету этого вебкам я не веду. Туда заходила в последний раз, когда жила в Тае, наверное, это было... А, нет, летом-летом, да, прошлым летом я заходила. Ну, это уже всего было, ничего не сделала. Короче, у меня это было в жизни, мне, честно, вообще пофигу, кто что скажет, потому что это как-то очень глупо осуждать. И понимаю, что у всех людей может быть разное мнение на другого человека, потому что кому-то у кого-то зелёный цвет любимый, а у кого-то нет любимого цвета, а у кого-то зелёный цвет это просто вообще цвет, который приносит ему несчастье, по его личным убеждениям. Вот. И я, типа, живу жизнь свою так, как считаю нужным, так, как я могу. Вот. Я верю... Ну, считается, что мы вроде бы то, что делаем, это самое лучшее для нас из всех возможных вариантов. Вот. Поэтому... Ну, я никак оценично не отношусь к тому, что я делаю, потому что я это прожила. Вот. И я с этим справилась, и всё. Для меня это просто как факт моей автобиографии. И я хочу очень сильно обычные отношения с молодым человеком. Я хочу быть совместной. Я уже несколько раз и везде это говорю. Сори, с Телеграме, в Инстете тоже, может быть. На Ютюбе, в долгих видео. И я получаю, конечно же, не все, но большой процент откликов, фидбэка, что якобы никогда не получится. Мне, кстати, писал человек комментарий, типа, ты не девственница, у тебя не получится построить семью. Ну, после этого, ну, очевидно, что вообще не стоит прислушиваться к мнениям неизвестных мне людей, которые считают, что знают меня. Вот. И я, честно, я не вижу никакой взаимосвязи между тем, что я хочу замуж, хочу создать семью. И у меня это не получится, потому что у меня было секс с работой. Вообще. Потому что есть люди, которые, там, не знаю, с рождения инвалиды, они создают прекрасные семьи. И я, если бы я поверила в то, что, если бы я считала, что я из-за того, что не работала проституткой, не могу создать семью, на самом деле, если разобрать это, например, у психоаналитика или, там, у человека, который работает под сознанием, это означало бы следующее, что я никогда не хотела иметь семью, и теперь я в жизни занималась, я занялась проституцией, чтобы потом всем говорить, типа, «Ой, знаете, я не могу иметь семью, потому что я занималась вот этим». Но это для меня служило бы отговоркой, подтверждением того, что я не буду иметь семью, вот потому что у меня случилось вот это вот в жизни. Это на тот счёт, если бы я не могла сама сказать, ну, не могла просто признать ребят, ну, окружающим людям, и там сказать, типа, «А, я, кстати, не хочу семью, вот». То есть это могло такой поворот событий иметь. Или же, например, ну, это как бы основной, наверное. То есть, да, это... То есть я бы сама подсознательно, не осознавая, что происходит, занялась бы проституцией как отговорка, типа, ну, слушайте, да у меня не получится отношений, потому что я проституцией зарабатываю в своей жизни. Хотя на самом деле внутри это, может быть, значило, что я не готова к отношениям, что мне страшно иметь отношения, что у меня есть много комплексов, предубеждений и так далее. И мне вообще как бы нужно поработать со своим сознанием и с собой лично, вместо того, чтобы говорить про отговорки. Поэтому я не нахожусь в таком положении. Я хочу иметь семью, и я готова работать над собой. И для меня факт моей автобиографии значит ничего. Для меня это то же самое, как... Ну, я люблю сырки, кстати. Кто любит сырки? Я люблю... Раньше был Александров вроде бы. Сейчас в Салли они, ну, по крайней мере, похожи стали. Рост, Гагра, комплекс, что-то там. Вот у них картошка вкусная. Это не сырок, но это и не классическая картошка. Приехал самокат. Сейчас, 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 собаки, сейчас собаки подогнались. Так, в общем, я вернулась, приняла заказы от самоката. Я закончила в том, что я готова прикладывать усилия работать над собой и над своим отношением к отношениям, например. Извиняюсь за тавтологию. Ну, я думаю, все поняли. И для меня вот эта проституция, не проституция, это просто... А, мы про сырки говорили. В общем, я не считаю, что из-за того, что я занималась тем, чем занималась, я теперь как-то изменилась, и у меня как-то теперь ограничена жизнь, как-то это повлияло на меня. Но это повлияло на меня, конечно же, что я определилась с тем, что я хочу, но это не стало, не закрыло дверь в семейную жизнь. Вот, это не от этого зависит вообще. К тому же я знаю примеры действительно реальных людей, которые там порно-актрисы или вебкамщицы, или проститутки, эскортницы, и создавали семьи. Да, и дети у них появлялись, и мужья, и живут они давно. И кто-то, вот я не знаю, кто-то даже, ну, продолжает заниматься, не проституция там в порно снимается. Так что я просто искренне, мне вообще непонятно, а что за люди, у которых такая связь, что ты работала проституткой, или ты была вебкаме, ты вела онлифанс, поэтому ты не сможешь иметь семью. Нет, это не так работает. Это не значит, что я работала проституткой, это означает, что я не хотела иметь семью, поэтому я пошла туда. Вот, нет. То есть это не значит, что у меня какое-то не такое мышление для женщины, которая хочет создать семью, стать мамой, стать женой, стать бабушкой. Абсолютно нет. И также, если я занималась этим всем, это не значит, что я не понравлюсь мужчине. Да, боже мой. Я на самом деле рада, что мне просто таким образом ещё проще будет найти человека своего, потому что я, когда занималась этим, и когда потенциальная моя любовь узнает про это, то там сразу же станет ясно, да или нет. Это очень просто. Либо он принимает. Для меня, видимо, очень важно, чтобы человек вот мне доверял, чтобы он меня любил, чтобы я потом в нашей семейной жизни дальше это не проверяла. И для меня факт того, что он принял то, чем я занималась, всё, галочка поставлена. То есть я вижу, что он меня любит. И мне не нужно никакие дальше манипуляции проводить. Я просто показала, слушай, типа, чувак, я, кстати, вот такая вот. И он дальше, типа, многие, конечно же, уйдут, да. И хорошо, и значит, они не нужны, потому что, спойлер, у меня семья будет с одним человеком. И мне нужен только один из миллиарда. Мне не нужны миллионы, мне не нужны десятки, сотни, тысячи. Мне нужен один человек. Вот. Соответственно, пусть миллиард людей скажет, пошла ты, Олеся, отсюда. А один скажет, ей, девчонка, ты крутая, я тебя люблю. Типа того. Вот. Всё, я теперь пойду кушать. Всем спасибо за просмотр. Я сейчас уже нахожусь в Москве, если кто ещё не запомнил или не знает. И мы сегодня пойдём с Али гулять. Эля спокойно перенесла переезд, живёт вместе с мальчиком, не кастрированным шпицом. Она девочка, не стерилизована, и я не готова становиться мамой. Ой, не готова становиться бабушкой. Мама-то и остала. Вот. И, в общем, так вот. Мы приехали в Москву. Пока-пока. Пока. Эль, возьми, выключи телефон.